Мы начинаем тему, как распознать, что дальше, чтобы понимать планы Бога. Иисус предупреждал нас, Он говорил, что, посмотрев на небо, мы можем понять, какой будет погода. Но зачастую мы очень смутно представляем, что совершает Бог на земле, и не умеем читать знаки своего времени. Не хочется, чтобы мы с вами попали в эту категорию. Мы хотим знать, что делает Бог, чтобы принимать в этом участие. Мы можем строить планы на жизнь, вкладывать свои силы и энергию в цели Бога. В этом уроке мы немного поговорим о народе Израиля, на Среднем Востоке, чтобы увидеть, что делает Бог в этой части мира, и как это можно применить в нашей жизни. Если вы знаете, вы можете подготовиться. Если вы спите, если вы не в курсе, вы вне игры. Приятного просмотра. Это моя маленькая помощница. Просто карта. Большинство американцев не слишком любят географию, поэтому я решил, что карта нам поможет. Знаете, что такое Израиль? Это крошечная нация на берегу Средиземного моря. Совершенно незначительное место. Не будь оно связано с Писанием, вы вряд ли обратили бы на него внимание. Там нет потрясающих пейзажей, да, это побережье, но там много других стран. Израиль можно не заметить по многим причинам. Большей частью это пустыня. Там нет обширных запасов нефти, поэтому экономика живет не за счет ресурсов. Израиль легко не заметить. Однако изначально эта земля была избрана в наследие Аврааму и его потомкам. Тогда она находилась на перекрестке Древнего мира. Если вам нужно распространить какое-то послание, нет ничего лучше, чем поместить посланников на перекрестке Древнего мира. Однако со временем все стало меняться. Изменились торговые пути, появились международные альянсы. Однако по какой-то причине, которую не объяснить ничем, кроме как действием духовных сил, Израиль остается в центре мировой сцены. Знаете ли вы, что больше половины вопросов Совета Безопасности ООН связаны с народом Израиля? Незначительные, крошечные, как думаете, сколько людей там живут? Всего 6 миллионов. Еще один миллион израилетян состоит из арабов или людей другой национальности. Однако там живет всего 6 миллионов евреев, всего в мире 13 миллионов. Однако 6 живут в Америке. Остальные рассеяны по другим странам. Однако Израиль – крошечная страна с крошечным населением. Для сравнения, на Среднем Востоке есть другие народности. О курдах слышали? Сегодня о них говорят в связи с военным аспектом. Вместе с другими народами курды боролись против ИГИЛ, пока мы их не предали. Как вам кажется, сколько курдов живет на Среднем Востоке? Они живут во многих странах. В конце Первой мировой войны карту Среднего Востока размечали заново, но курдов не посчитали нации. При разметке этносы не учитывались. Границы на карте определялись политическими союзами. Курды живут в Турции, Сирии, Ираке и Иране. Их больше 20 миллионов. А страны нет. Как думаете, сколько там мусульман? В Северной Африке живет более 300 миллионов мусульман, и это подавляющее большинство политически отгораживается от народа Израиля. Это суровое соседство. Израиль живет в полном ярости, ненависти и злобы о разрушительном кипящем котле жестокости. И подсветает. Экономика одна из самых сильных в мире. Когда евреи были рассеяны по странам Европы, там им было запрещено иметь собственность. На рубеже веков они стали эмигрировать обратно, им пришлось учиться законам сельского хозяйства у соседей. Они ничего не знали. Сегодня там выращивают самые лучшие фрукты и овощи для рынков Европы. Это мог сделать только Бог. Пустыня цветет. Бог говорил, что так будет, Бог, который хранит Израиль, не спит и не дремлет. Но, как я уже говорил, право евреев жить на этой земле связано с их отношениями с Богом. Это не было совпадением. Сегодня и в ближайшее время мы рассмотрим отрывки, которые говорят, что впереди евреев ждут сложные времена. Это не идеальное место. Говорят, то, что можно найти в Америке, есть и в Израиле. Бог сказал нам через пророков, «Я соберу их из всех народов, а затем очищу их сердца». Бог собрал их, и вы еще увидите, как Бог будет очищать сердца еврейского народа на их земле. Это будет выдающееся зрелище. Но их ждут сложные времена. Когда Бог сказал «Молитесь за мир в Иерусалиме», не думаю, что он имел в виду отсутствие военных конфликтов. Думаю, что он просил молиться за мир в их отношениях с Богом. Это место насилия. Бог сказал «Горе тем народам мира, которые воспротивятся тому, что провозглашено над этим местом». Но народы мира это игнорируют. Думаю, что и у христиан нет единого мнения. Вернемся к Писанию, которое говорит, что Бог хранит эту землю и защищает ее. Я верю, что это истина. Но Бог не делает это без участия людей на этой земле. Я бывал там с детства, впервые попал туда в 70-м, был очень маленьким мальчиком. Возвращался туда много раз и в последние несколько лет проводил туры. Думаю, что я взял с собой туда несколько тысяч человек. Когда я приглашаю людей, как правило, христиан поехать со мной, они всегда говорят одно и то же. Как думаете, каков их первый вопрос? Там безопасно? Те же самые люди утверждают, Бог хранит Израиля. Людям не о чем волноваться, с ними ничего не случится. Но стоит пригласить их туда поехать. Они тут же говорят «минуточку». А там безопасно? Минучку, если там безопасно для евреев, то почему для нас? Нет. Разве не тот же Бог хранит и вас? Это непоследовательность наших сердец. Бог собирает евреев там и помогает им процветать в пустыне. Но это стоит им многих усилий. После окончания школы молодежь служит в армии. Девушке два года, юноше три года. И стоят они не на далеком резервном посту. Они стоят на линии фронта самых жестоких в мире проявлений ненависти. Они народ, который всегда бдителен. Я знаю, что мы обсуждаем целесообразность такого состояния. Понимаю, что это крайность, но Израиль перестанет существовать, если не будет бдителен. Это то, что происходит сейчас. Точнее, краткий обзор. Есть еще один аспект. Я говорил, что Бог совершает на земле два действия одновременно. Первое. Он воссоединяет еврейский народ. И второе. Бог готовит церковь. В этой подготовке сила Божия проявляется не меньше. Это столь же сверхъестественно и столь же необъяснимо с точки зрения логики. Воссоединение церкви. Теперь это не сбор этнической группы людей в определенном месте на земле. Это люди всех рас, наций, языков и племен. Они собираются вместе под предводительством и главенством Иисуса из Назарета, как Христа, Господа и Царя. Подготовка церкви несет в себе много характеристик воссоединения Израиля. Люди собираются вместе. На языке церкви это называется евангелизм. Порой христиане говорят, это не наше дело, мы не обязаны в этом участвовать. Иисус сказал, идите по всему миру, расскажите всем послание. Это наше задание. Мы извратили его своими понятиями комфорта. А вот мы не считаем, что церковь должна быть больше. Так что же нам повесить табличку «мест нет»? Идете в ад? Слишком жестко, да? Мест нет. Нам неудобно о вас думать. Идите куда-нибудь еще. Неужели церковь так велика? Все люди спасены. Мы о них заботимся. О себе думайте сами. Бог собирает свой народ. Он дал нам это задание. Он очищает свою церковь точно так же, как собрал в Израиле и очищает их сердца. Бог собирает нас в церковь, а затем очищает наши сердца. Наша вовлеченность в жизнь церковь и наше посвящение Иисусу далеко не означает, что мы целиком сформированы, полностью смирились и стали маленькими святыми, вечными двигателями. Наоборот, не так ли? Мы в самом процессе. Бог направляет нас и ждет, когда мы выполним свое задание. Меня часто спрашивают совета, как внести оживление в духовную жизнь. Что делать, чтобы вдохнуть энергию в отношения с Господом? Дам вам одну идею, которая точно поможет. Начните со Слова Божьего. Регулярно, каждый день вкладывайте силы и концентрируйтесь на нем. Зачастую мы знаем, что нужно делать, но не делаем или все откладываем на потом. Из-за этого мы стоим на месте. Посвятите 10-15 минут в день чтению Библии. Начните с Евангелий, прочтите их полностью, затем освоите весь новый завет. Это изменит вашу жизнь. Возможно, не каждое слово вы поймете, не все города будете знать и не все слова произнесете правильно. Но пока вы читаете Слово Божие, оно будет читать вас и принесет благословение Бога в вашу жизнь. Это откроет ваше сердце для Духа Божьего по-новому. Вы можете подготовиться к сотрудничеству с Божьими планами, несмотря на времена перемены смятения. Как дар за вашу поддержку, сегодня мы вышлем вам комплект CD-дисков с тремя посланиями, распознавая, что дальше. Бог хранит вас. Пожертвуйте 50 или более долларов, и в качестве бонуса вы получите тематическую Библию в новом современном переводе. Божье Слово говорит нам, чего ожидать в эти неспокойные времена. Звоните нам по телефону или заходите на наш веб-сайт. Спасибо, что поддерживаете наше служение. Вместе мы несем перемены. Лука писал, что Иерусалим будет растоптан язычниками, пока их время не закончится. На языке Нового Завета язычник означает «нееврей», то есть Иерусалим будет растоптан неевреями, пока время неевреев не истечет. В 70-м году нашей эры храм был разрушен, власть над Иерусалимом перешла под неоспоримую власть языческой империи. 2000 лет Иерусалим находился во власти сменяющихся языческих правителей и империй. В 1967 году, после Шестидневной войны, евреи впервые за 2000 лет обрели власть над Иерусалимом, но они очень быстро отдали свою храмовую гору палестинцам. Дело в том, что христианская церковь полностью была еврейским начинанием. Первые верующие были евреями, первые ученики были евреями, первые апостолы были евреями, первые Евангелия проповедовали и учили в синагогах и храме. Наш Мессия — еврей. Первые чудеса, первое излияние Духа и все, что связано с началом церкви, были полностью еврейской инициативой. День Пятидесятницы состоялся главным образом для еврейского народа в Иерусалиме. Третья, четвертая и пятая глава Деяний, все события, которые разворачивались в начале церкви, были начинанием евреев. Пока мы не попали в Кесарию, познакомившись с человеком по имени Корнилий, римским сотником, Кесария была еврейским городом, построенным Иродом Великим. Он был наполовину евреем. Он построил Кесарию и назвал ее в честь своего друга Кесаря, императора. Кесария была языческим местом. В центре Кесарии стоял храм римскому богу. Неудивительно, что там мы встречаем римского сотника Корнилия, однако он любит Бога. Ангел явился к Корнилию и сказал, «Тебе нужно послать людей в Иопию. Это два дня пути». Там есть человек по имени Петр. Тебе нужно послушать, что он скажет. Петр пришел в дом Корнилии. События Дня Пятидесятницы, еврейское начинание, повторились в языческой Кесарии, в доме неевреев. Говорит ли это вам о чем-то? Следующее событие Книги Деяний — привлечение Иисусом Равина. Это был очень ревностный Равин, очень агрессивный, хорошо обученный Равин, который ненавидел христиан. Он бросал в тюрьму мужчин и женщин, которые осмелились заявить, что Иисус из Назарета — Мессия. Он прочесывал еврейские общины и искал таких людей. На этом этапе христианство еще было еврейским начинанием. Равина звали Саввел и Старсом. Он стал апостолом Павлом. Однажды Иисус настиг его по пути из Дамаска, взял за шиворот, встряхнул и сказал, «Что ж ты творишь, сынок?» Это живая Библия. Так и было. Иисус из Тарса стал апостолом Павлом. Писание называет его апостолом для язычников, не евреев. Почему Бог выбрал на роль посланника для нееврейского мира фарисея? В послании к филиппицам Павел приводит нам свою полную биографию. «Я был евреем из евреев, по правде законы непорочные, фарисеи из фарисеев». Почему Бог избрал его? Церковь начала свое движение по римскому миру, по Средиземноморью, и ее проповеди обычно напоминали послания, звучащие в синагоге. Поскольку это послание было тесно связано с еврейским народом. Кто-то верил, кто-то противился, затем послание вышло из синагог на площади. Однако в центре, как правило, оставались верующие евреи. Ясность размышлений и пониманий, которым способствовало блестящее образование Павла, была абсолютно необходима для защиты еще неопытной церкви от законничества раввинского иудаизма. Поэтому Павел и стал посланником для нееврейского мира. Он по-прежнему обращается к нам через письма в Новом Завете. Церковь была еврейским начинанием. Однако за два тысячелетия лидерство христианской церкви перешло к нееврейскому миру. Но, прежде чем вернется Господь, я верю, что в заключительных главах истории церкви вновь будет доминировать и лидировать еврейский народ. Я уже вижу это во время поездок в Иерусалим. Читая Библию, мои светские друзья-израилетяне не сомневаются, реальны ли персонажи Библии, как это порой делаем мы. Читая книгу Иеремии, они говорят о нем, как о дяде Джерри. Читая псалмы, они не воспринимают Давида как некую темную фигуру из прошлого. Для них он как человек из школьного фотоальбома. Возможно, они еще не смирились под Божью руку, но они не сомневаются в его способностях. Когда Бог решит явить себя им, придет и энтузиазм, и ревность к Божьим делам. Друзья, это время для нас. Нам нужно исполнить задание, которое нам дано, потому что Бог спросит нас за это. Как мы можем объяснить то, что Бог совершает в церкви? Я не могу объяснить иначе, чем как то, что Бог нас хранит. Он исполняет то же обетование Аврааму, которое затем унаследовали мы. Все наши благословения, возможности основаны на все том же благословении Авраама. Могу назвать вам то, что ждет нас очень скоро? Потому что это уже началось. Ширится пропасть между подлинной церковью и лжецерковью. Я говорю об этом не с радостью и ликованием, говорю прямым языком Библии. Ширится пропасть между настоящей церковью, невестой Иисуса Христа и блудницей. Это слово использовано в Писании. Очень резкое, эмоциональное слово. Оно подразумевает не просто что-то лживое, но что-то нечистое и неискреннее. Лучший способ уберечь себя от обмана — знать истину. Мы ошибочно думали, если что-то преподносят как религию, значит это безопасно. Ребята, самый разрушительный за всю историю мира лидер описан в Библии. Это будет самый выдающийся человек из всех когда-либо живших на планете, один из самых талантливых и одаренных. Он будет настолько выдающимся, что мир с радостью попросит его стать лидером, но он будет не только политическим лидером. В правлении этой личности будет и религиозный аспект. Его правая рука, его помощник, будет известен как пророк. Это будет человек с религиозным влиянием и способностями, человек, который будет демонстрировать сверхъестественные вещи, чудеса и знамения. Таким мир будет видеть этого человека. Будут и религиозные служения, и собрания, и религиозные здания. Эти люди будут использовать язык и слова, которые вам знакомы. Они будут использовать книги, которые вам знакомы. Если у нас не будет понимания библейской истины, мы будем обмануты и сойдем с пути. Библия описывает этого человека как антихриста, а пророка как лже-пророка. Но если вы не знаете истины, вы будете считать, что это сверхъестественно и религиозно. В третьей главе второго послания Тимофею, Павел, о котором я только что говорил, дал нам предупреждение. Мы дойдем до этого местописания. Он сказал, что в последние дни наступят тяжкие времена, буквально там сказано, все более свирепые. Затем он приводит дюжину характеристик ухудшения человеческого характера. Но вот финальные строки. Это будут люди, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Они отрекутся от силы Бога. Павел писал, что сила Божия неотделима от креста Христова. Они будут иметь вид благочестия, но будут отрицать центральное место креста. В чем смысл креста? Я грешник, и мне нужен Спаситель. Смысл креста в Иисусе. Сыне Божием воплоти, который взял на себя грех мира, будет вид благочестия. Однако они отвергнут необходимость креста, необходимость воплощения Сына Божия. Смысл креста в искуплении проклятия греха. Смысл креста в том, что Бог – судья всей земли. В том, что множество путей к Богу нет. Только один Сын Божий взошел на крест, а Будда не взошел. У них будет вид благочестия, но они отрекутся от силы креста, потому что крест – это сила Божия для меня и вас, которая действует от нашего имени. Это центральное положение Иисуса и Его истории, которая дает нам надежду. Не обманывайтесь. Не так давно я сказал, что у евреев есть право на эту землю. Но привилегия жизни на этой земле связана с их отношениями с Господом. Если Бог вернул их на эту землю, Он очистит их сердца, но это не будет легко. Точно так же Бог приглашает нас в церковь. Бог обещал очистить ее. Он сказал, что вернется за церковью без пятна и порока. В послании евреям сказано, что Бог наказывает тех, кого любят. Если Он вас не наказывает, значит, вы не Его дети. Мы ответим громким «Аминь», и я верю в это. Мы говорим о том, что Бог очищает еврейский народ. Но я так же верю, что Он очистит свою церковь. Я верю, что христианскую церковь ждут страдания. Я знаю, что это непопулярное послание. Мы изобрели множество религиозных точек зрения, которые помогают нам этого избежать. На этой неделе я разговаривал на эту тему с одним человеком. Он сказал мне так. Я не люблю говорить о пророчествах. Я так благодарен, что мне не нужно об этом думать, потому что я буду восхищен и не застану всего этого. Я не против восхищения. Вопрос в том, когда оно произойдет. Не поймите неправильно. Я бы охотно посадил вас на первый же рейс. Я не хочу причинять вред, чтобы оказаться правым. Но порой мы изобретаем теологии, которые питают нашу привязанность к комфорту. Я не противник комфорта. Я за него, но я не хочу ему служить. Думаю, будет очень трудно говорить о церкви, которая не страдает, с нашими братьями и сестрами в Сирии, или, перейдя границу, с братьями и сестрами в Ираке, или в Иране, в Саудовской Аравии, Ливии, Египте, или Судане, Китае, в Индии, или в Японии, либо во многих других странах мира. У нас есть привилегия жить в стране, где для Евангелия есть свобода и много возможностей. Бог хранил и оберегал нас. Он благословлял нас. Я верю, что он сделал это, чтобы мы были живым примером его церкви среди народов мира. Если мы будем пренебрегать этим, тогда нет смысла думать, что мы будем жить под защитой и обеспечением Бога. Если потомки Авраама, Исаака и Иакова потеряли свое комфортное место из-за своего жестокосердия, почему мы считаем, что у нас все будет иначе? Я говорю это не для того, чтобы устыдить вас. Я хочу, чтобы мы бодрствовали для своего задания. Но мы отвлеклись. Мы столкнулись с вызовами и проблемами не из-за силы злых, смелости аморальных или дерзости нечестивых. Нет. Мы столкнулись с вызовами из-за робости церкви. Нужно смирить себя перед Господом. Мы неверно считали, что можем произнести молитву, окунуться в воду, а затем вернуться к жизни на своих условиях, мало интересуясь Божьими вещами и воображать, что мы в мире с Богом. Это обольщение, скажу я вам. Быть последователем Христа. Это не просто верить в Иисуса как Христа и Мессию, но выбрать Его как Господа. Это уже вопрос приоритетов. Он занимает первое место. Его задачи становятся вашими задачами. Его моральные взгляды становятся вашими. Его страсть становится вашей страстью. Дело не в том, где вы проведете время выходные. Это также не делает вас последователем Христа, как мое просиживание в спортзале не сделает меня спортсменом. Хотя хотелось бы, чтобы это было так. Бог собирает свой народ, и Он дал нам с вами задание. Он очищает свою церковь точно так же, как собрал народ Израиля и очищает их сердца. Бог собирает нас в церкви, а затем очищает наши сердца. Я думаю, что мы приняли свою свободу и изобилие как должное и посчитали, что право на них дано небесами. Мы так и говорим, но это не права, это дары, которые даны нам рукой всемогущего Бога. Я не жду, что это поймут нечестивцы, однако церковь Иисуса Христа должна это понять, иначе она все потеряет. Уже некоторое время я молюсь за себя одной молитвой. Поделюсь ею с вами. Это простая короткая молитва о том, чтобы Бог пробудил меня для того, что Он сейчас делает. Я хочу знать об этом. Я не хочу спать, пропуская участие в том, что делает Бог в моем поколении. Очень часто мы фокусируемся на том, что Бог делал в прошлом. Мы поговорим о временах, когда Он двигался, о каком-либо пробуждении или лелеем часть собственного духовного пути. Но самая важная пора нашей духовной жизни, та, что непосредственно перед нами. Настало время нам с вами вести жизнь, осознавая духовные аспекты. Церковь пробела слишком долго. Пришло время, чтобы тело Христова пробудилось, осмелело, и чтобы Дух Божий принес Божие послание в нас и через нас. Я верю, что Бог хочет вас использовать. Боже, пробуди нас для своих целей, позволь нам видеть и слышать их. Присоединяйтесь к нам каждую неделю, чтобы услышать новое глубокое послание пастора Аллена Джексона. Заходите на наш сайт, адрес которого на экране. Откройте для себя множество информационных ресурсов, которые переведут вашу христианскую жизнь на новый уровень. На сайте вы можете поделиться сильным посланием. Мы хотим делиться нашей программой со всем миром. Но сможем это сделать только с вашей помощью. Сегодня вы можете стать нашим партнером. Также мы всегда будем рады видеть вас в нашей церкви. Добро пожаловать. Не забудьте заглядывать к пастору Джексону каждый день в социальных сетях. Спасибо, что были с нами и стали частью этого служения. Увидимся в следующий раз. До новых встреч с пастором Алленом Джексоном. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова